Всем привет! Продолжаем читать книгу, ну я продолжаю, а вы типа продолжаете слушать. Книгу Фредерика Брукса «Мифический человеком месяц». Итак, сегодня глава 8. Седьмую закончили, ну и закончим восьмую. Итак, глава 8. Объявляя удар. Ну и в начале главы тут две цитаты. Первая. Практика – это лучший учитель. Публилий. И вторая. Опыт – это дорогой учитель, но для глупцов иного нет. Альманах бедного Ричардса. Итак, сколько времени потребуется задача системного программирования? Сколько сил понадобится? Как можно это оценить? Ранее я предложил соотношение, которое можно применять для временного планирования. Написание программ, тестирование компонентов и тестирование системы. Во-первых, нужно сказать, что нельзя делать оценку всей задачи, оценивая только часть, относящуюся к написанию программ, а затем применяя соотношение. Написание программы составляется лишь одну шестую часть задачи или около того, и ошибки при его оценивании или в соотношениях могут привести к смехотворным результатам. Во-вторых, нужно учитывать, что оценки, полученные при создании отдельных небольших программ, нельзя применять для больших системных продуктов. К примеру, для программы, насчитывающей 3200 слов, Сакман, Эриксон и Грант оценивают суммарное время написания программ и отладки для программиста в 178 часов, что экстраполируется до 35800 операторов в год. Вдвое меньшая программа потребовала бы меньше четверти указанного времени, что при экстраполяции дает производительность близкую уже к 80000 операторам в год. Необходимо добавить затраты времени на планирование, составление документации, тестирование, системную интеграцию и обучение. Линейная экстраполяция данных, относящихся к коротким задачам, бессмысленна. Если экстраполировать время, за которое можно пробежать 100 метровку, то окажется, что можно пробежать милю менее чем за 3 минуты. Прежде чем отказаться от этих данных, отметим, что и для не совсем сравнимых задач они показывают, что объем работы растет как степенная функция размера, даже без учета процесса обмена информацией, кроме как программиста собственной памяти. Показанные на этом рисунке данные вызывают грустное чувство. График демонстрирует результаты, полученные в исследовании, проведенном Нарусом, Нанусом и Фарром в System Development Corporation. В нем выявляется зависимость с показателем степени 1.5. Объем работы равно константа умножить на количество команд в степени 1.5. В другом исследовании, проведенном в этой компании, о котором сообщает Вай Нвурм, также получен показатель, близкий к 1.5. То есть, еще раз повторю, формула объем работы равно некая константа умножается на количество команд, и вот это количество команд, возведенное в степень 1.5. Есть несколько исследований относительно производительности труда программиста, в которых предложен ряд технологий оценивания. Есть обзор опубликованных данных, подготовленный Моурион. Я приведу здесь лишь несколько наиболее показательных результатов. Данные Портмана. Чарльз Портман, менеджер отдела программирования ICL Computer Equipment Organization в Манчестере, предлагает свое понимание проблемы, которое может оказаться полезным. Он обнаружил, что его команды программистов отстают от графиков примерно наполовину. То есть, каждое задание выполняется примерно вдвое дольше, чем предполагалось. При этом оценки очень тщательно проводились группами опытных экспертов, оценивавших в человека-часах трудоемкость нескольких сотен подзадач с помощью диаграмм PERT. Когда выявлялось отставание от графика, он просил ввести подробные ежедневные журналы использования времени. Из них выяснилось, что ошибка оценок полностью объясняется тем, что его команды использовали на программирование и отладку лишь 50% рабочего времени. Остальное время терялось из-за отказа машины, на небольшие срочные посторонние задания, совещания, писания бумаг, дела фирмы, болезни, личное время и т.д. Короче, оценки исходили из нереалистичного предположения о том, какая часть рабочего времени отводится непосредственно работе. Данные Аарона Джоэл Аарон, менеджер IBM по системным технологиям в Гейтерсберге, штат Мэриланд, изучал эффективность труда программиста во время работы над 9 крупными системами. Крупная соответствует более чем 25 программистам и 30 тысячам операторам. Он классифицирует такие системы в соответствии с интенсивностью взаимодействия между программистами и обнаруживает следующие величины производительности. Очень слабое взаимодействие – это 10 тысяч инструкций на человека в год. Некоторое взаимодействие – 5 тысяч инструкций на человека в год. Существенное взаимодействие – полторы тысячи инструкций на человека в год. Человека в год здесь не учитывает поддержку и системное тестирование, только разработку и программирование. При введении поправки с коэффициентом 2 с целью учета системного тестирования, эти цифры близко соответствуют данным Харра. Данные Харра. Наиболее поучительным и содержит больше данных – вот этот рисунок. Первые два задания являются по преимуществу – управляющими программами, а два вторых – языковыми трансляторами. Производительность измеряется в количестве отлаженных слов за человека год. При этом учитывается время программирования, отладки и системного тестирования. Неизвестно, учтены ли затраты на планирование, поддержку машин, составление документации и т.д. Производительность разбивается на два класса. Для управляющих программ составляет около 600 слов на человека в год, для трансляторов – около 2000. Обратите внимание, что все четыре программы приблизительно одного размера. Различие состоит в размере рабочих групп, продолжительности работы и количестве модулей. Что является причиной, а что – следствием? Была ли сложность причиной того, что для управляющих программ требовалось больше людей? Или же большее число модулей и человека месяцев обусловлено большим числом людей, привлеченных к работе? Была ли большая продолжительность выполнения вызвана сложностью проблем или многочисленностью занятых людей? Трудно сказать с уверенностью. Конечно, управляющие программы были более сложными. Если оставить в стороне эти неопределенности, то цифры описывают реальную производительность при создании больших систем и поэтому представляют ценность. На этих рисунках показаны некоторые интересные данные о фактической скорости программирования и отладки в сравнении с прогнозом. Данные ОС-360 подтверждают данные ОС-360, хотя данные ОС-360 не столь подробны. В группах разработки управляющей программы производительность составила 600-800 отлаженных команд в год на человека. В группах разработки трансляторов производительность достигла 2000-3000 отлаженных команд в год на человека. При этом учитывается планирование, тестирование компонентов, системное тестирование и некоторые затраты на поддержку. Насколько я могу судить, эти данные согласуются с результатами Харра. Данные ОРОНа, Хара и ОС-360 дружно подтверждают резкие различия в производительности в зависимости от сложности и трудности самой задачи. В болоте оценивания сложности я придерживаюсь такой линии, что компиляторы втрое хуже обычных пакетных прикладных программ, а операционные системы втрое хуже компиляторов. Данные Корбато Данные Харра и ОС-360 относятся к программированию на языке ассемблера. Есть немного публикаций относительно производительности системного программирования с использованием языка высокого уровня. Корбато из проекта МАК Массачусетского технологического института сообщает о средней производительности 1200 строк отлаженных операторов PLI на человека в год при разработке операционной системы Multics. Это число очень вдохновляет. Как у других проектов, Multics включает в себя управляющие программы и языковые трансляторы. Результатом также является системный продукт, отлаженный и документированный. Данные окажутся сравнимыми в отношении видов исполненной работы, а производительность повышается до средней величины между управляющими программами и трансляторами в других проектах. Но Корбато указывает количество строк за год на человека, а не слоу. Каждому оператору в его системе соответствует от 3 до 5 слов кода, написанного вручную. Из этого можно сделать два важных вывода. Производительность, измеренная в элементарных операциях, оказывается постоянной, что кажется разумным, если учитывать, сколько времени нужно думать над оператором и сколько ошибок в нем может быть. При использовании подходящего языка высокого уровня, производительность можно повысить в 5 раз. Ну вот и все. Эта глава коротенькая, поэтому за сим прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok